Строительство путепровода через железную дорогу на 33-м километре Можайского шоссе на перегоне Одинцова-Голицына началось в прошлом году. Его длина составляет 543 метра, общая протяженность подходов и дорог дублеров более 3 километров. Самая высокая точка путепровода проходит в 13 метрах над землей. Длина пешеходного перехода почти 44 метра. Всем хорошо известно, что в последнее время интенсивность железнодорожного сообщения в Московской области растет и по сути очень многие переезды к шлагбауму постоянно закрыты, особенно в час пик. Можем сегодня строить переезды, которые разгружают эти чудовищные пробки. Где-то 3-4 часа стоят автомобили в утренние часы и вечерние. Вот такие переезды современных металлов, материалов, они конечно меняют качество жизни. После вступительной речи главы региона нажатием символической кнопки был дан старт началу движения по новому путепроводу. Строительные работы доставляли немало неудобств местным жителям. Перхушково, Здравница, Трубачеевка и Крюково были по сути отрезаны от благ цивилизации на время стройки. Случалось, что железнодорожный переезд был закрыт по 8 часов в сутки. Я хочу всех жителей Одинцовского района поздравить с таким знаменательным событием. Сегодня открыли вторую очередь путепровода. Буквально в феврале открывал губернатор первую очередь. И уже конец года и мы полностью закончили строительство путепровода. Раньше здесь были многокилометровые пробки. И люди практически 8 часов в сутки стояли здесь пробки. Это примерно 20 минут, то есть каждого часа, что создавало большую неудобность для наших жителей. Несколько десятков тысяч машин проходят здесь ежедневно. Это и транзитное движение, и наши дачники, и, конечно же, наши жители, которые перемещаются и в торговые центры, и на работу, и утром, и вечером. Поэтому сегодня эта проблема осталась в прошлом. Сегодня она решена. Путепровод имеет по две полосы движения в каждом направлении. Перспективная пропускная способность новой дороги – около 50 тысяч машин в сутки. Вес путепровода над железной дорогой свыше 6 тысяч тонн. Цифры говорят о том, что 50 тысяч автомобилей ежедневно проезжают здесь. И сейчас пик ситуации была, конечно, чудовищной. Потому что 3,5 часа закрыты штатбам – это очень неприятно. Сегодня эта проблема решена еще в одном районе, Одинсорском. До этого мы открывали в Долгопрудном, до этого в Ступино. Ожидается, что благодаря открытию путепровода в Перхушково будет полностью ликвидировано пересечение федеральной трассы железнодорожными путями. Это позволит автомобилистам беспрепятственно проезжать по Можайскому шоссе вне зависимости от движения электропоездов. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok